Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 7 часов 35 минут. Доброе утро всем. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник в Крыму». Сегодня вторник, 25 апреля. У микрофона Светлана Разина. И сейчас переходим к новой теме. Банк России заявил, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе и свои пенсионные накопления, может заработать в нашей стране уже с 1 января следующего года. Речь идет о сберегательном вкладе, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать такую финансовую подушку безопасности. Участие в программе добровольное. В программу также можно будет перенести и свои пенсии, как я уже сказала. Что такое программа долгосрочных сбережений, чем она будет отличаться от привычных нам депозитов, все это мы обсудим в ближайшие минуты со специалистом. В нашей студии кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени Вернадского, Андрей Вершицкий. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами разберемся и нашим слушателям объясним, что из себя вообще представляет и будет представлять вот эта программа долгосрочных сбережений. Уже есть какие-то объяснения Центробанка, что будет в него включено. Но тут хотелось бы понять суть. Это, в общем-то, такой долгосрочный вклад, а чем он будет отличаться от тех самых депозитов, которые есть на сегодняшний день, мы все о них знаем. Ну, это достаточно комплексный, объемный продукт, и много попыток было со стороны Центробанка что-то подобное сделать, потому что сейчас существует, например, индивидуальный инвестиционный счет. Это среднесрочный инструмент, который дает возможность гражданам попробовать себя в инвестициях. По нему также существуют льготы. Это возврат НДФЛ в размере 13% на определенную ограниченную сумму до 400 тысяч рублей. Это такая же сумма, как и по долгосрочным вкладам по новому проекту, который предлагается. И, в принципе, схема сходна. Но это среднесрочный продукт. Но у него есть как плюсы, так и минусы по сравнению с долгосрочным. Среди плюсов можно отметить то, что через три года его можно закрыть и деньги свои взять и свободно ими распоряжаться. В долгосрочном вкладе этого нет. Там или специальные цели, или ожидание, как бы, возраста, достижение возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, для того, чтобы получить эти деньги обратно. Но, как бы, а, и у долгосрочного есть еще преимущество то, что государство дополняет его суммой 36 тысяч рублей в год. То есть это, как бы, позволяет увеличить стимулирование именно долгосрочных инвестиций. Потому что государство старается именно перевести людей в долгосрочные вложения, потому что именно срок вклада очень существенно влияет на доходность. То есть если человек начинает вкладывать в молодом возрасте, там, в 20 лет, то к 65 он накопит гораздо большую сумму, чем он накопит ее, если начнет вкладывать в 55, то есть за 10 лет до пенсии. Естественно, лучше в 55, чем в 60. Он понимает, что для него это тоже выгодно, это благосостояние граждан, это еще такой, ну, скажем, это не пенсия, да, но такая финансовая подушка, которая, как, может быть, некий аналог социальной помощи в будущем. Это дополнение к пенсии, на мой взгляд, и государство к этому и стремится, потому что если сейчас пенсия, ну, например, предположить, 20 тысяч рублей, то по вопросам пенсионеров им нужно примерно 40 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. Соответственно, как бы оставшуюся сумму необходимо где-то брать. И если предусмотреть механизм, который позволит заранее позаботиться об этом, заранее саккумулировать какие-то средства, то, в принципе, при выходе на пенсию человек сможет получать какую-то дополнительную прибавку из другого источника, не рассчитывая только, например, на пенсионные накопления. Здесь тогда будет важно еще и понимание наследственности этого вклада. Это прописано? Да, этот вклад предполагается наследовать. То есть, если вдруг с человеком что-то случится, то его семья или родственники получат этот вклад долгосрочный. Как бы аналоги возможны и другие. То есть, как бы не только через инвестиционные продукты. В некоторых странах это идет именно через, только через банковский депозит. То есть, человек именно общается только с банком и откладывает на определенный счет. Но здесь механика просто немножко другая. Но принцип очень сходный. То есть, по факту мы получаем довольно интересный механизм. Вопрос, конечно, что делать с этими деньгами, которые поступают на этот счет. Здесь уже должна быть определенная финансовая и инвестиционная грамотность человека. В принципе, человек распоряжается ими сам. Если он их туда откладывает, он может дальше вложить их в акции и облигации, в тот инструмент, который он хочет, например. То есть, этими деньгами еще можно будет пользоваться. Ими можно будет управлять. Управлять в момент, когда они будут в программе. А вот это, кстати, важный момент. Я, честно говоря, это, наверное, упустила для себя. Помимо того, что эти деньги будут перечисляться там как-то ежемесячно. Я так понимаю, человек сам будет регулировать, какую сумму в месяц он сможет на такой долгосрочный сберегательный счет откладывать. При этом он может еще и управлять этими финансами, куда-то их вкладывать в течение жизни, получать еще какую-то дополнительную прибыль с них. Да, безусловно. Ну, то есть, можно пока сказать, как я уже говорил, это аналог индивидуального инвестиционного счета, только более долгосрочный. Вот индивидуальный инвестиционный счет предполагает множество стратегий его использования. То есть, может быть, какая-то консервативная стратегия. Человек может купить облигации, например, ОФЗ, облигации федерального займа. Это гарантированный возврат денег, гарантированная выплата купонов, она гарантируется государством, и просто получать небольшую сумму. Помимо этой небольшой суммы по ОФЗ, он будет получать еще возврат НДФЛ, как я сказал, в размере 13%. И суммарно это получается уже неплохая выплата. Но если, например, разбираться в финансовом рынке, покупать акции компаний, то можно на этом заработать еще и больше. Конечно, существует риск, и можно не только заработать, но иногда и потерять, но доходность в данном случае будет больше. Помимо этого, существуют какие-то другие инструменты, например, корпоративные облигации, которые предполагают большую доходность. Например, облигации некоторых регионов у нас выпускаются. По ним тоже доходность больше, чем по ОФЗ, но может быть чуть меньше, чем по корпоративным облигациям. Иногда это может быть, например, фондовый рынок дружественных стран. Ну, то есть, может быть, фондовый рынок и не дружественных стран, но там более опасно. Но, например, китайский рынок сейчас считается экспертами достаточно перспективным для инвестиций. Я сейчас слушаю и понимаю, что, наверное, такая система управления финансами личными, она будет доступна для людей с хотя бы более или менее базовым финансовым образованием. Не каждый сможет понять, какие облигации покупать, где их покупать, каких регионов. Вот здесь тогда важно, кто сможет помочь. Тогда у нас возникнет вопрос в новой профессии, в востребованности неких брокеров, которые будут также помогать управлять этими финансами. Возможно, в будущем возрастет спрос на таких специалистов. Ну, можно и так сказать. Да, безусловно, консультация как бы важна и нужна. То есть можно ей воспользоваться. Но помимо этого сейчас и Центральным банком, и Министерством финансов очень много делается для финансовой грамотности населения. То есть существуют специальные сайты, специальные каналы в Телеграм, в других социальных сетях, где можно читать, постоянно получать новости. Проводятся даже специальные конкурсы для того, чтобы люди больше читали об этом и больше понимали. То есть больше понимали, где какая доходность, где какие риски существуют. Потому что, например, существует депозит, где есть гарантированная доходность, но она достаточно низкая. И существуют акции, где доходность не гарантирована, но она может быть выше. И человек должен понимать, как это сделать. Безусловно, наверное, сначала лучше попробовать. То есть просто можно открыть такой инвестиционный счет. Можно не обязательно индивидуальный инвестиционный счет, который может быть у человека один в единицу времени. То есть если человек его открыл, то он им и пользуется. Можно открыть просто брокерский счет и попробовать на нем, что такое купить акцию, что такое продать акцию. Как это вообще работает. После того, как он почувствует в себе уверенность, он может уже открывать другие инструменты. Ну или, наоборот, сначала что-то изучить. И потом уже, изучив сознаниями, открывать сразу правильный продукт. Например, тот же индивидуальный инвестиционный счет. Это делается несложно. Достаточно быть просто клиентом банка, который эффективно работает на фондовом рынке. Андрей Вячеславович, я так поняла, конечно, совершенно другая история программы долгосрочных сбережений, чем эти самые депозиты. А вот, ну сразу почему-то аналогия приходит не только у меня со сберкнижками в советское время. Когда-то до 91-го года, мы помним, все это было, но потом все дружно потерялось. И все это сгорело. И деньги исчезли. Поэтому у нас на сегодняшний день, мне кажется, до сих пор не восстановлено вот это доверие к долгосрочным банковским вкладам. Это вот эти сберкнижки, это тоже было что-то аналогичное программам долгосрочных сбережений или нет? Или это было совсем другое? Ну она использовалась, наверное, в тех же целях, чтобы деньги, во-первых, сохранить, во-вторых, немножко приумножить в тех пределах, которые было возможно. И в то время не было просто других инструментов, с помощью которых это можно было сделать и сохранить, и приумножить. В принципе, это аналог банковских депозитов, которые существуют сейчас. У депозитов сейчас существуют гарантии. Фонд гарантирования вкладов обеспечивает возврат средств в сумме 1,4 млн рублей по каждому банку, по каждому человеку, который открыл счет в этом банке. В принципе, это достаточно неплохая сумма. Если нужно больше гарантий, то можно открыть счета в разных банках, и это будет увеличиваться суммарно сумма, потому что в каждом банке она действует. По долгосрочному проекту Центробанка, о котором мы сегодня говорим, сумма вдвое больше, это 2,8 млн рублей. Это, кстати говоря, очень важно, потому что, если уж мы говорим о гарантиях и доверии, то нам надо понимать, как этот вклад будет застрахован. Чтобы не получилось так, что мы 30 лет откладывали, откладывали, а потом в какой-то момент поняли, что все эти сбережения, они, ну, не дай бог, да, банк, что-то с банком случилось, с банковской системой, и денег просто больше нет на счету. Есть все-таки гарантии, и здесь даже регулятор предусматривает увеличение вдвое суммы. Но в любом случае лучше активы диверсифицировать, то есть не ложить все яйца в одну корзину, то есть даже если это долгосрочный продукт, даже если по нему есть гарантия, возможно, пусть в одном банке будет долгосрочный продукт, ну, это мое мнение, а в другом среднесрочный продукт, и тогда как бы безопасность будет выше. Или, возможно, другой формой активов будет, например, какой-то другой актив вообще, которому человек просто доверяет, и который является тоже безопасным. То есть это могут быть, как бы, в целях безопасности гражданин может распределить риски, и это будет, наверное, тоже правильно. А как можно еще помимо, ну, и, собственно, распределения рисков и вот этих застрахованных сумм, в данном случае мы говорим о 2,8 миллионах рублей, как еще можно гарантировать россиянам, что вот эти средства, которые они отправят по программе долгосрочных сбережений на какой-то определенный счет, они их дождутся до пенсии, они сохранятся. Вот, может быть, в мире есть какой-то механизм, которым в нашей стране еще не воспользовались, а стоило бы. Что еще можно такого придумать, чтобы дать гарантию и, опять-таки, повысить кредит доверия? Ну, здесь сложно ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, если это гарантия государства, то это надежно, и, безусловно, человек их получит, если он их хранит. Вопрос, что будет с этими деньгами, какова будет инфляция к тому моменту, когда человек выйдет на пенсию. То есть это тоже важный фактор. Да, он получит, например, сумму миллион рублей, но вопрос, что он сможет купить на этот миллион рублей и как обезопасить. Поэтому вот я и говорил, когда говорил о баксах, что иногда стоит, возможно, диверсифицировать свой портфель в различных валютах. Например, китайский юань в последнее время становится популярным, а гонконгский доллар является для нас дружественной валютой, его не блокируют, он эквивалентен доллару США, и он идет с ним в одном соотношении. То есть можно попробовать разложить вот по различным валютам свои, например, накопления, тогда это даст какие-то определенные гарантии. Ну и, наверное, если мы говорим о долгосрочности, тогда стоит задуматься на том, чтобы на сумму инфляции ежегодно, возможно, увеличивать вот эту застрахованность, да, сумму, на которую... Да, сумма гарантии тоже, наверное, должна быть пересмотрена. Она, если была до этого 800 тысяч, потом стала миллион четыреста, возможно, уже скоро подходит срок к тому, чтобы ее снова нужно увеличивать. Потому что среднесрочные вложения и долгосрочные, если люди работают эффективно, то, возможно, эти суммы они хотели бы видеть и больше, те, которым дает гарантии государство. Давайте поговорим о целевой аудитории для такого банковского продукта. Это кто? Вот мы все-таки как-то о пенсионерах говорим, но, тем не менее, подразумеваем еще людей рабочего, да, возраста, более молодого возраста. Здесь, чем раньше начать этот процесс, тем больше будет его эффективность, потому что здесь имеет значение сложный процент, который предполагает начисление процентов на проценты, и при нормальной процентной ставке срок чрезвычайно важен. То есть, чем раньше человек начнет откладывать деньги, тем больше получится эффект при выходе на пенсию. То есть, если он начнет в 20 лет откладывать деньги, даже пусть небольшие, то последовательно эта сумма будет, естественно, накапливаться и, естественно, возрастать. Если это будет в 55 лет, то это гораздо лучше, чем не начать вообще, но хуже, чем в 20-30 лет, потому что небольшие суммы можно откладывать и в более юном возрасте, и впоследствии это даст долгосрочный эффект. Главное, естественно, при этом стараться делать это осторожно, чтобы их не потерять, чтобы, наоборот, не уйти где-то в минус, соблюдать. Ну, здесь уже смотреть на стратегию инвестора. Предпочитает он или рискованную стратегию быстро накопить, или консервативную и не потерять. То есть, здесь уже как бы от этого зависит и доходность, зависят риски, то есть, это все взаимосвязано. А как правильно откладывать? Ну, вот образно, есть ли какие-то механизмы уже проверенные, какие-то формулы, там, 10% от заработной платы, или 5%, или вообще с любого дохода какой-то процент откладывать лучше? Безусловно, сумма, ну, как бы, сумма и механизм зависит от дохода. Есть такое одно правило, заплати сначала себе. То есть, с любого дохода можно, как только ты его получил, отложить, например, 10% в виде вот инвестиций и предполагать, что, в принципе, ты их не получал. То есть, предполагать изначально, что ты их отложил. Ну, самый, наверное, простой способ. То есть, на них изначально не рассчитывать, да? Да. Ну, безусловно, это в хорошей ситуации, ситуация будет разная, когда доходов не хватает и тяжело отложить эту сумму. Здесь иногда рекомендуют какие-то такие продукты, как округление сумм, которые предусмотрены, например, на банке. Я поняла. Да, блогеры называют это хвостиками. Да, то есть, когда вот у тебя хвостики куда-то откладываются, когда откладываются, например, кэшбэки, идут на какой-то определенный счет. Хотя бы, если начать тяжело с 10%, то можно попробовать начать хотя бы с чего-то, вот с этих вот небольших сумм, пусть они куда-то складываются. И постепенно, может быть, доход будет увеличиваться, и тогда можно его, как бы, переходить на другие схемы. И если 10% как бы откладываются легко, то можно перейти там на 20%, большая сумма, это будет быстрее приближать человека к его финансовым целям, тем, которые он перед собой ставится. То есть, естественно, иногда можно разные продукты подводить под разные цели. То есть, человек хочет купить дом, то есть, он завел счет на покупку дома или на путешествие. То есть, и ввести вот разные продукты под разные цели и стараться откладывать в них под разные инструменты, с помощью разных инструментов. То есть, здесь уже забрать средства ты сможешь только тогда, когда ты докажешь, что эти средства ты забираешь именно под путешествие, правильно? Если это вот именно... То есть, таким образом сам себя как-то держишь в рамках, скажем так. Если речь идет о вот этом вот долгосрочном инвестиционном продукте, да, здесь или достижение определенного возраста, или специальные цели, например, покупка дома, обучение детей. То есть, здесь нужно обосновать, почему они изымаются. Если это индивидуальный инвестиционный счет, здесь наоборот, минимум три года человек должен хранить эти деньги на индивидуальном инвестиционном счете, и потом он может их взять и использовать на любые цели, которые он хочет. Как бы, если это какой-то просто брокерский счет, то человек в любое время может его закрыть, когда он достиг, например, нужной суммы, и использовать на что он хочет. Здесь нужно смотреть по ограничениям. То есть, если государство стимулирует именно долгосрочность, оно предоставляет льготы, например, возврат 13% НДФЛ, то оно и хочет обеспечить, чтобы деньги в банке лежали дольше. Потому что банкам нужны средства под длительные какие-то вложения, и когда у него есть такой вот источник, например, длительных вложений, то, в принципе, это для банков хорошо. То есть, они могут, например, считать, что так, у меня есть на три года деньги, и их никто за три года не заберет. То есть, это можно их куда-то смело вкладывать. Или все деньги гибкие, например, хранятся на накопительном счете. Такой счет тоже есть. Это вариант, если человек откладывает по чуть-чуть. Например, ставка по нему 5%, но в любой день их туда можно внести, в любой их туда можно забрать. Естественно, бывают разные накопительные счета. У некоторых банков это вот в любой день, в любой день. Иногда нужно смотреть на условия. Иногда бывает по минимуму за месяц. То есть, банк выплачивает только на минимальную сумму за месяц. То есть, это очень важный параметр для того, что... Ну, там очень серьезная ставка еще различается. Да, чем дольше твои средства хранятся в коммерческом банке, тем больше тебе заплатят. Самое важное здесь, если тебе платят каждый день или платят по минимуму за месяц. Можно, например, забрать деньги там 29 апреля, и получится, что у тебя ничего не заплатят, потому что 30-го у тебя был ноль. То есть, это нужно смотреть. Вот так даже. Надо быть, конечно, крайне внимательным. Опять-таки, разбираться не зря сейчас во всех школах, еще из дошкольного, насколько я знаю, возраста, вводят вот эти курсы финансовой грамотности. Я думаю, конечно, если такими темпами просвещать население, то через 5-10 лет у нас гораздо более финансово грамотное вырастет поколение. Я вот здесь слушаю и понимаю, что государство все-таки сейчас очень сильно заинтересовано в том, чтобы личные средства граждан начали работать на то же самое государство, как-то инвестировать. Потому что вот мы видим, даже вспоминая заявления, которые делаются относительно накоплений личных, которые есть и на счетах, и дома хранятся у граждан, как-то все вот эту кубышку хранят и не открывают. Но все-таки деньги должны работать и приносить прибыль. Как вот объяснить людям, что деньги должны быть активными, пассивные деньги, они обесцениваются? Так и есть. В принципе, государство старается как-то донести эту информацию, и граждане видят, наверное, что деньги обесцениваются, если их не использовать. Дальше уже они должны сами смотреть, что выгоднее все-таки продолжать ту стратегию, которая была, или выбрать все-таки правильную, которая будет приносить какую-то доходность. Здесь, конечно, можно что-то хранить для безопасности, если человек считает, что может ему нужно будет куда-то поехать срочно, или какие-то там налечения. Но в любом случае и банковские продукты позволяют достаточную гибкость, и нет необходимости это делать. В целях государству, безусловно, выгодно, чтобы деньги работали. И инструменты, которые доступны, их становится с каждым годом все больше. Появляются, например, фонды недвижимости. То есть человеку не обязательно покупать саму квартиру. Он может вложить просто в какой-то пай в фонде недвижимости, но их пока не так много в нашей стране, но они есть. Можно попробовать подобную схему инвестиций. Дальше смотреть, что из этого получится. Это более, ну как, или сравнимо долгосрочная инвестиция. То есть доходность от нее будет реальной только когда объект будет введен в строй и начнется его продажа, например. Тогда эта стоимость пая возрастет. Пока на этапе строительства она варьируется в зависимости от спроса и предложения. Но, в принципе, он достаточно интересный инструмент, который, в принципе, тоже можно попробовать. Опять вот здесь вопрос гарантии. Все равно первое, о чем всегда думают граждане, а какая гарантия того, что это вложение оправдается, окупится, что этот дом построится и введется в эксплуатацию. И тут, конечно, вопрос к государству максимально больше гарантий даст большое доверие к вот таким финансовым структурам, инвестиционным структурам. И, конечно, люди не будут бояться свои деньги личные вкладывать в экономику страны. Это все ее может, безусловно, повысить. Вот я хотела еще вернуться к советам. Прекрасные были советы по поводу того, как откладывать, сколько процентов лучше, как вообще себя стимулировать в данном вопросе. А как вообще лучше, может быть, тоже здесь посоветуете, самим откладывать какую-то сумму, которую не жалко, у те же хвостики, или сделать автоматические платежи, потому что сейчас позволяет это делать, там, те же мобильные банкинги. Можно все это в автомат забить, у тебя ежемесячно будет какая-то сумма списываться. Ну, здесь, наверное, зависит от человека, от психологии, от того, склонен человек, чтобы меньше заниматься этим вопросом, или он, наоборот, хочет управлять процессом. Если человек хочет управлять процессом и понимать, что он делает, он может делать это сам. Если он, наоборот, очень занят на своем основном месте работы, он может настроить механизмы, так же, как по тому же фондовому рынку. Здесь существуют различные стратегии. Например, кто-то хочет каждый день следить за рынком, покупать и продавать акции, а кто-то хочет просто купить сбалансированный портфель и забыть о нем на год. Через год просто зайти на полчаса, посмотреть, что там с портфелем, немножко его пересмотреть и опять забыть на год. Это тоже вполне оправданная стратегия, и портфельные инвестиции приобретают уже все большую популярность. Но тем, кто работает на фондовом рынке и хочет постоянно в этом участвовать, она не подходит, потому что он хочет каждый день искать спекулятивные сделки, что-то покупать, что-то продавать и на разнице пытаться что-то заработать. Хотя по опыту портфельные инвестиции в долгосроке могут принести даже больший эффект, чем именно краткосрочные спекуляции, потому что они бывают как доходные, так и убыточные. Но, конечно, есть люди, у которых эти схемы более успешные, у кого-то менее успешные, но тяжело гарантировать, что это будет всегда успех. То есть и элемент успеха тоже присутствует, но элемент понимания тоже какого-то знаний первоначальных тоже есть. Безусловно, здесь есть подходы технический анализ, кто-то смотрит на графики, фундаментальный анализ, когда смотрят на развитие отраслей, предприятий. И вот сейчас началась активная пара дивидендных выплат. Многие следят за заседаниями советов директоров, кто пообещал выплатить дивиденды, кто их уже реально принял решение о выплатах. В зависимости от этого стоимость акций, безусловно, растет. После выплаты появляется дивидендный гэп, она падает. Нужно выбирать время, когда покупать эти акции, когда их продавать. Это все достаточно сложный и интересный механизм. Андрей Вячеславович, мы обязательно вас позовем еще в студию, поговорите об этом механизме в том числе. Спасибо вам большое, завершается уже эфирное время. Я благодарю за то, что пришли к нам в студию. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ имени Вернадского. Андрей Вершицкий был у нас в гостях. До свидания. Спасибо, до свидания. Мы готовим вас к новому дню.